Всем привет! Меня зовут Света. Сегодня пришло время показать вам те вещи, которые я буду носить остаток зимы и конечно же буду носить весной 2021 года. Весна, как вы знаете, у нас в России очень двойственная. Она может быть либо очень холодной, похожей на лютую зиму, либо может быть довольно-таки жаркой практически, как лето, так что вещи будут в перемешку. Я очень надеюсь, что вы что-то возьмете себе на заметку или просто получите хотя бы небольшую порцию вдохновения. И также по традиции прошу вас прощения за всякие посторонние звуки, потому что у меня здесь бегает вот такая вот собачка и цокает лапочками и еще бегает вот такая вот собачка. Так что это не я, это они. Итак, начать я хочу с того, что сейчас на мне. Это вот такой вот свитер. Я купила его в магазине Lime. Он немного дороже, чем свитера в каких-то других масс-маркетах, потому что в этом свитере очень много шерсти в составе, но я не пожалела, что я потратила на него какую-то энную сумму денег, так как, во-первых, он просто прекрасен в носке, в плане того, что он там не скатывается, ничего с ним не происходит. И к тому же у него такой приятный, какой-то нежный, нейтральный оттенок, который вписывается просто в весь мой гардероб, подходит подо все. И вот этот вот свитер, это сейчас такая моя база, которую я надеваю, когда, ну, совсем не знаю, что надеть. Знаю, что если надену его, то все будет хорошо. Также запаслась большим количеством кофточек и топов на весну, и, в принципе, я планирую их носить потом и летом, конечно же. Первое, это вот такая вот очень девичья кофточка в таком приятном, нежном, я бы даже сказала, приглушенном оттенке. И за счет того, что у нее такие пуговки и такая вот какая-то вязка, она реально такая прям девичья-девичья. Я себе в этой кофточке прям чувствую принцессой, и стоила эта кофточка там, по-моему, 400 или 370 рублей. Вторая кофточка, это вот такая вот полупрозрачная кофта-сетка из магазина Lime, стоила, по-моему, 1000 рублей. Сейчас такая сетка в тренде, это, конечно же, не на каждый день, ну, на какую-то вечеринку, может быть, или куда-то там, не знаю, пойти потанцевать, когда у нас закончится карантин. Следующий это топ, это моя любимая модель топов, когда есть ворот, но нет плечей, выглядит это мега сексуально. Я себя чувствую прям роковой женщиной в таком топе, и мне нравится, что, несмотря на то, что у него есть ворот, в таком топе не жарко даже летом, потому что у меня было раньше много подобных, и просто пришло уже время их сменить, и вот теперь у меня такой, стоил тоже буквально копейки, это Shein. И следующий топ такой трендовый-трендовый, вязанный, в трендовом, опять же, бежевом оттенке. У него нет, кстати, в цвете грязного подтона, это, кстати, очень важно, потому что бывает такой бежевый, с каким-то грязным подтоном, и очень опасно, когда этот цвет около лица, тогда лицо становится таким каким-то нездоровым. Здесь вот такой чистый, свежий цвет. Итак, вернемся к одежде. У меня появились вот такие вот светлые джинсы, они не кипельно-белые, они молочные, у них завышенная талия, но сам фасон, возможно, подойдет не каждой девушке, потому что они скорее не для того дня, когда вы хотите кого-то соблазнить, а для того дня, когда вы хотите все успеть. То есть это классические удобные джинсы для классической городской девушки, которая вот в таком вот бешеном ритме крутится, вот так вот я могу их описать. Также в тему джинс купила себе вот такой вот ремешок от ГЕС, он интересен и удобен тем, что он двойной, то есть вы легким движением руки повернули пряжку, и у вас ремешок с надписью бренда, с логотипом бренда. Повернули пряжку, и у вас просто классический черный ремень, подходящий подо все. Следующие джинсы, это как раз таки джинсы на тот день, когда вы хотите кого-то соблазнить. Это классические скини джинсы, довольно таки плотные, за счет чего они так собирают все, и вы, наверное, на два размер кажетесь худее. Это H&M, стоили они, я честно говоря не помню, я постараюсь на них найти ссылку, но стоили они реально буквально какие-то копейки, если сравнивать с остальными магазинами масс-маркет. Следующее это костюм двойка, сверху кроп-топ с длинным рукавом и круглым вырезом, сделан как, ну, лапша, что ли, как это там называется, из трикотажа все это выполнено, и к нему, к этому кроп-топу вот такие вот довольно-таки свободные струящиеся брючки, которые очень классно как-то так ложатся или садятся, как правильно сказать, по фигуре. И пока что я этот костюм ношу дома, но считаю, что он такой сверхуниверсальный, его можно и дома носить, и при желании можно в нем тренироваться, и когда потеплеет, я, конечно же, буду носить его на улицу. Еще один костюм двойка, такого приглушенного нежного оттенка, здесь тоже кроп-топ укороченный с длинными рукавами, и супер сексуальные лосины, которые сделаны таким образом, что ваша пятая точка может просто покорить этот мир, настолько все здесь как-то с умом сделано, все очень как-то собирается, поднимается и выглядит, конечно, мега горячо. И еще одни лосины, они тоже идут для тренировок, но они сделаны так, что визуально они похожи на лосины под кожу, хотя у них нет никакого как бы напыления, они просто такие супер эластичные, но визуально это все действительно напоминает какие-то кожаные лосины. Следующие лосины не хочу даже надевать, потому что я на них обижена, но хочу вам их показать и просто немного поворчать. Это лосина калзидония, и, к сожалению, буквально через какое-то время, там, не знаю, через пару, наверное, недель и через 2-3 стирки, эти лосины стали похожи на тряпку, хотя они тоже идут как лосины под кожу, но просто очень обидно, что в калзидонии лосина стоит по 3000 практически, а на выходе мы имеем вот такое вот. То есть это даже хуже, чем какой-нибудь самый убогий, дешманский китайский сайт, и, конечно же, я очень-очень-очень расстроена, потому что я обожаю лосины, и вот такая вот фигня. Следующая это юбка, вот такая вот простая трикотажная, где пояс у нее резинка, и за счет этого, в принципе, вы можете играться с высотой, то есть либо на талии ее носить, либо на бедрах, это очень удобно. Я решила, что я не буду тратиться на какую-то дорогую юбку, а возьму вот такую вот простую трикотажную стрейчевую юбку, которая там супер-пупер дешевая, типа а-ля 400 рублей. Это сайт SHEIN. Следующее это аналог маленького черного классического платья, или это и есть маленькое черное классическое платье. Сделано оно из трикотажа, из такого довольно-таки плотного, и за счет этого оно очень упругое и прям так правильно облегает все формы, как-то призбирает вас. Мне очень нравится, как оно на мне смотрится. Единственный косяк этого платья, что оно собирает просто все ворсинки, и я замучилась уже ерзать по нему вот этим вот роликом липучим. Возможно, его надо как-то обработать каким-то антистатиком, и тогда эта проблема исчезнет. А так за 900 рублей, мне кажется, просто потрясающая вещь на все времена. Следующее платье я просто влюбилась. Это такое легкое воздушное платье. На талии оно затягивается, и здесь на груди есть пуговки, и за счет этого вы можете играться с вырезом, делать его более пикантным или наоборот застегнуться. Мне нравится обыгрывать этот цветочный принт в таком классическом хулиганском варианте, когда вы надеваете черные колготки, грубые ботинки, и сверху у вас либо косуха, если это, конечно же, уже весна, а если сейчас я сверху надеваю такую объемную шубу белую, или надеваю дубленку авиатор, по-моему, она так называется, выглядит прямо вот так, как надо. Также на весну взяла себе вот такой вот пиджак. Он довольно-таки, кстати, теплый, и его можно носить даже как верхнюю одежду, когда будет еще не слишком жарко, но уже не очень холодно. И он сделан не из такой вот плотной костюмной ткани, а из какой-то такой мягенькой, и он больше подходит под какие-то casual наряды, потому что это что-то среднее между пиджаком и какой-то вот кофточкой, что ли. Следующая вещь, это просто моя любовь, это вот такой вот объемный кардиган, у него такая крупная вязка косичкой. Я всегда у таких кардиганов вот так вот небрежно подворачиваю, подкатываю рукава, мне кажется, они за счет этого выглядят еще более уютно. Сейчас ношу с большой длинной шубой, потому что кардиган очень длинный, а так жду, не дождусь, когда уже прям потеплеет, и можно будет его носить самостоятельно, как верхнюю одежду, потому что он такой уютный с одной стороны, а с другой стороны так развивается, такой струящийся. Короче, обожаю такие вещи, они добавляют плюс 100 к уюту. Следующая вещь, это вот такая вот водолазка, это магазин Reserved, размер M. Просто обычная, удобная, классическая водолазка в трендовом оттенке на каждый день. Я, когда эту водолазку надеваю, особенно со своими белыми джинсами, чувствую себя Стивом Джобсом, чувствую себя каким-то, не знаю, человеком-миллиардером, который не особо-то заботится о своем стиле, но при этом выглядит так стильно, что все стили его копируют. Вот так вот я себя ощущаю. Следующая моя покупка, это такая вот сумка от Michael Kors, нейтральная, бежевая, подходящая, опять же, подо все. Можно ее носить как кросс-боди или просто на плече, либо можно сделать ручки вот так вот, надеюсь, это не слишком громко в микрофоне, и носить ее либо на сгибе локтя, либо вот так вот на современный манер, прямо под мышкой. Следующая вещь, это, конечно, не совсем одежда, но это мой постоянный спутник в повседневной жизни. Что-то типа как сумки. Это наушники, это бренд Studio. Я уже миллион лет пользуюсь наушниками Studio, где-то, наверное, лет шесть. Первая моя пара была вот точно такая, она до сих пор работает, просто уже выглядит не такой белый, не такой новый. Потом у меня были наушники-вкладыши на шнурке, их украли у меня в Макдональдсе, к сожалению. Именно эта модель, это просто обновленная модель предыдущей версии, но звук, звук здесь просто потрясающий. Он и на предыдущих был потрясающий, а на этих, ребят, это просто сказка. Кто вот любит послушать музыку, побалдеть, покайфовать, берите, сто процентов не пожалеете. Я с ними сотрудничаю, у меня есть для вас промокод, но эта рекомендация реально вот просто от души. Я всегда буду говорить про наушники Studio, что это самые лучшие наушники, которые только у меня есть. У меня есть и Apple, и Apple Pro, и каких у меня только не было. Это любовь. Следующая вещь, это прям моя любовь и моя отдельная рекомендация, кто искал что-то похожее и никак не мог найти, потому что такие вещи, я думаю, будут в тренде еще не один сезон. Это вот такая вот роскошная шуба. Я, с одной стороны, надеюсь, что холодно будет хотя бы до конца марта, чтобы я могла ее спокойно носить. Сделана безумно качественно. У нее шикарное вот это вот исполнение меха. Она такая, знаете, добротная, тяжеленькая. Мерила похожую, кстати, шубу в бершке, но в итоге рада, что ее не взяла. И в бершке, кстати, шуба, получается, стоила дороже. Она стоила, по-моему, 6 тысяч, а эта, по-моему, стоит 5. Но надо по скидкам смотреть. И когда вы ее надеваете, вы реально идете в роскошной шубе. И не создается впечатление, что вы идете в каком-то таком куцом, старом, облезлом коврике из Икеи. Как вот некоторые шубы создают такое впечатление и очень дешевят. Эта шуба наоборот. Как-то придает вам дороговизны. Хотя не люблю так говорить, но я думаю, смысл вы уловили. Следующую вещь я купила, ориентируясь на предстоящие тренды. Так, поглядывая все эти странички в инстаграм. В общем, сейчас должны быть в моде вот такие вот стеганные курточки. Типа а-ля бабушкин стайл. Я так это называю. Но черт побери, я заказала ее в размере S и все равно состоится впечатление, что она мне велика. Или это такой оверсайз, но я бы хотела, чтобы она немного по-другому на мне смотрелась. Поэтому я, наверное, сделаю возврат. Хотя я очень не люблю этим заниматься. Но в данном случае мне куртка реально понравилась. Она классно будет смотреться на весну. У нее классный такой воротник. Под него можно объемный шарф надевать. Так что, наверное, этим заморочусь. Либо, может быть, эту дам маме, а себе закажу XS. Надеюсь, он там будет. И последнее, что хочу вам показать, это вот такие вот сапожки. Сделаны они по типу Moon Boots, только это бренд Jog Dog. Jog Dog'и у меня уже не первые. Я обе пары покупала в магазине Rendezvous. Это что-то типа нового видения уг. Только уги замшевые зачастую, и за ними тяжело ухаживать. А это просто как вот дутики из нашего детства тряпочкой протер и пошел дальше себе модничать. Ну, насколько это возможно в этих ботинках. И, друзья мои, это все, что я хотела вам показать. Как вы видите, накопилось очень много. Но я надеюсь, что вы не заскучали у меня. Вам было интересно. И в целом вы приятно провели время. Если вам зашло это видео, или, может быть, не зашло, то, если вам не сложно, оцените его пальцем вверх или пальцем вниз. Также вы можете подписаться на мой канал. И да, огромное вам спасибо, что были со мной до конца. Помните, что вы самые лучшие. Я вам всем желаю отличных покупок. Будьте самыми модными, и при этом пусть вам будет комфортно. И до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok